Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Смотрите в этом выпуске. Первые жертвы воды. Купальный сезон в крае только начался, но уже есть погибшие. Ограничения вынуждены, но необходимы. В Барнауле перекрыли участок движения на Павловском тракте из-за масштабной реконструкции водопровода. Мюзикл о Шерлоке Хомсе. Барнаул ждет мировая премьера спектакля. В Алтайском крае при сплаве по горной реке погиб мужчина. Он и еще три человека на катамаране решили покорить реку Песчаная. Когда компания проходила сложный участок с порогами, мужчина 58-го года рождения выпал за борт. Произошло это недалеко от поселка Красный городок Смоленского района. В спасательной операции участвовали 14 человек. К сожалению, мужчина погиб. Его тело нашли в 8 километрах вверх по течению. В МЧС напоминают о том, что любой сплав потенциально опасен. Необходимо помнить, что дно горных рек имеет большие и резкие перепады. Холодная вода может привести к шоку и судорогам. Не стоит пренебрегать спасательными жилетами. И главное – сплавляться только в компании профессионалов. В закрытом режиме. Сегодня в Калманском районе прошло судебное заседание по делу предполагаемого политеховского маньяка Виталия Манишина. Мужчину обвиняют в серии убийств 11 девушек и женщин с 89-го по 2000-е годы. Напомним, Калманский суд выбран не случайно, ведь это родные пенаты Манишина. Именно здесь он жил, работал заместителем главы местной администрации и здесь же был задержан весной прошлого года. Все это время Манишин находился в СИЗО. Первое заседание по его делу прошло 3 июня еще в присутствии журналистов. Сегодня заседание было закрытым. Виталию Манишину зачитали обвинительное заключение и определили порядок исследования доказательств. Следующее заседание назначено на среду. В суд будут вызваны свидетели. Ну а нашему телеканалу удалось взять эксклюзивное интервью у местной журналистки, которая знакома с Манишином более 10 лет. По роду своей деятельности она часто пересекалась с возможным политеховским маньяком. В нашей съемочной группе женщина рассказала о том, каким руководителем был Манишин и каким человеком оказался. Подробнее смотрите в завтрашнем выпуске новостей. К другим темам. В Барнауле начались масштабные работы по реконструкции сетей водоснабжения. В связи с этим пришлось перекрыть для движения участок на Павловском тракте. Подробнее в сюжете. Необходимость, которую придется пережить. Вторые сутки движение транспорта по Павловскому тракту на повороте на улицу сельскохозяйственную ограничено. Это связано с работами по реконструкции сетей водоснабжения. На сегодняшний момент мы ведем подготовительные работы. Как вы видите, земляные срезка. Подготовка под расстановку бурового комплекса. И начало работы по бурению ориентируемся на следующую неделю. Общее время отключения именно здесь перекрытия этой полосы это 30 июля 2024 года. А уже с 28 июля по 28 августа на пересечении с улицы Новороссийской планируется ограничить движение по одной полосе. Регулировать поток транспорта будут с помощью схем реверсирного движения. Реализация этого проекта позволит значительно улучшить водоснабжение железнодорожного и Октябрьского районов города. Одному из ведущих предприятий города позволит реализовать крупнейший в стране инвестиционный проект. Создать новые рабочие места. Проект будет реализован за счет средств бюджетных кредитов. Объем вложений более 2 миллиардов рублей. Всего предстоит два этапа работ. Первый это реконструкция сетей водоснабжения протяженностью почти в 4 километра. Второй этап реконструкция канализационного коллектора почти в 2 километра. Самым сложным участком станет участок Павловского тракта от сельскохозяйственной до Новороссийской. Именно здесь подрядчик должен будет сделать переврезку водопровода. Мы строим для Барнаула, для его жителей. Прекрасно понимаем какие трудности доставляем. Поэтому постараемся с своей стороны уменьшить этот период дискомфорта, который им предстоит. Ранее глава города Вячеслав Франк получил проработать все вопросы организации работ и особое внимание уделить безопасности пешеходов и владельцев автотранспорта. Ирина Корчагина, День с толком. Женщину, которая подделывала медицинские книжки, задержали на Барнаульском автовокзале сотрудники транспортной полиции. Мошеннице грозит до двух лет лишения свободы. Медицинские документы подделывала 50-летняя жительница Барнаула. Она находила клиентов в интернете и с помощью фиктивных печатей подделывала справки. При этом сама женщина медиком не являлась и никогда в этой сфере не работала. Перед тем, как женщину задержали на автовокзале, она успела провернуть свою схему 9 раз. За подделку документов ей грозит до двух лет лишения свободы. Судебные приставы бьют тревогу. Тысячи жителей Алтайского края могут стать жертвами мошенников. Преступники отработали новую схему обмана уже в других регионах. Это касается, прежде всего, граждан, у которых есть непогашенные долги. А в нашем крае возбуждено более миллиона исполнительных производств. Мошенники притворяются приставами и присылают на электронную почту письма с требованием оплатить долги и ссылку для перевода денег. Схема мошенников вылезет следующим образом. Таким гражданам может прийти сообщение на электронную почту о том, что они задолжали случиться им пристава по кому-то исполнительному производству, что им грозят граждане штрафные санкции и предлагается схема оплаты этого долга. При этом мошенники также подделывают адрес сайта и на первый взгляд его даже бывает сложно отличить от настоящего. Когда человек переходит по ссылке на фальшивый ресурс, есть риск остаться без денег. Жители Алтайского края пока не обращались с жалобами на псевдоприставов, но учитывая, как ловко мошенники работают в других регионах, должникам стоит быть осторожнее. Если вы тоже получили такое сообщение, необходимо сразу же обратиться к судебным приставам или в правоохранительные органы. Алтайские заводы готовы крупно вкладываться в образование будущих специалистов. Так, в техническом университете, благодаря их помощи, уже в предстоящем учебном году появятся специальные испытательные лаборатории, где будут обучать молодые кадры для промышленной сферы. Также предприятия заключили с ВУЗом около сотни договоров на открытие целевых мест для абитуриентов. Подробнее в сюжете Данила Кузнецова. Когда-то на этом месте в Политехе планировали построить типографию. Однако выпуск печатных изданий в цифровую эпоху не настолько актуален, как решение проблемы дефицита кадров. В итоге появится учебная лаборатория со станками, на которых студентов из колледжа будут обучать профессии ремонтника. Вообще подготовка ремонтников технологического оборудования, к сожалению, в Алтайском крае нет, да и, наверное, в Сибири нет. Поэтому это была острая необходимость или острая такая задача, которую нам поставили наши производственники. Производственники же и поддержали проект. 28 миллионов рублей выделили заводы Края на его реализацию в университете. Еще 100 миллионов ВУЗ получит от государства по программе профессионалитет. И еще эти деньги пойдут на ремонт целого этажа с кабинетами. Это все будет у нас как раз лаборатории, связанные с профессионалитетом. Здесь их много будет. Сущность у них примерно одна и та же – это IT-лаборатории, но они будут немножко разные. Например, будет лаборатория разработка программных средств, лаборатория работы сети, лаборатория работы с сервером, лаборатория защиты информации. Работать студенты будут по программам, которые сейчас формируют под нужды заводов. Более того, промышленники заключают договоры с ВУЗом для создания мест по целевому обучению. Это позволит гарантированно, как минимум на несколько лет, предприятиям пополнять штат молодыми специалистами, а абитуриентам получать образование бесплатно. До сентября политех и заводы подпишут около сотни таких договоров. Осенью же в университете должны завершить строительство нескольких десятков новых лабораторий. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком! Первенство Алтайского края по судомодельному спорту стартовало в Барнауле. Зрелищное мероприятие организовал детский технопарк «Кванториум-22». Соревнования будут проходить в течение пяти дней. Сегодня состоялось официальное открытие, а уже завтра участники, школьники до 18 лет, будут применять свои знания на практике. На пруду в парке Изумрудный и на малом озере в селе Лебяжье. Закрытие соревнований, награждение победителей и призеров состоится в эту пятницу. В этом году на соревнования заявились четыре учреждения. Красногорский район Дом детского творчества, город Барнаул, Центр детского и юношеского технического творчества Ленинского района, Барнаульская городская станция юных техников. Всего заявлено 35 участников, 95 моделей будут спущены на воду. В следующих выпусках новостей мы подробнее расскажем о ходе и участниках соревнований по судомоделизму, а также о наиболее интересных моделях кораблей. Душевно и по-семейному в такой атмосфере прошел второй турнир по нардам среди представителей медиасферы. 16 игроков боролись за главный приз – резные нарды ручной работы. Подробности в сюжете. Нарды – это игра умных и резучих. Однако в длинных нардах все же большую роль играет мозговой штурм, а не то, как камни лягут. Комбинационная война на втором кубке журналистов, как и год назад, развернулась между общественниками, а также представителями СМИ и пресс-служб. Во-первых, здесь такая классная атмосфера. Во-вторых, нарды – это очень интересная игра, интеллектуальная. Ну, и я работаю в тюрьме. Сам Бог велел уметь играть в нарды. Я, кстати, в прошлом году специально научилась для этого турнира. В этом году мы с мужем оттачивали мастерство. Он тоже пришел на турнир в этот раз. Это не единственные родственники, которые пришли поиграть в Союз армян. К примеру, Вадим Вязанцев, заместитель главного редактора алтайского спорта, привел сына журналиста и сходу занял первое место среди 16 участников. За это получил медаль «Резные нарды». Такой вот вид спорта – семейный. Среди кавказских народов нет такого дома, где нарды не играют. Нет такого. С каких лет начинают играть? Ну, как, начинают считать, такие играют. Вот мои внуки, например, 5-6 лет уже умеют считать. Видишь, что там тройка на касте, и три можешь считать. Все, играй. Не стоит думать сразу ассоциациями. За последние 15 лет процентное соотношение армян и других народов, играющих в нарды, сравнялось. И особенно много появилось женщин, которые то и дело обыгрывают мужчин. Пример тому – прошлое соревнование журналистов, где кубок достался Юлии Дягилевой из общественной палаты. Вот так вот нарды объединяют и людей, и народы. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. «Собака Баскервилли» – самое известное в России произведение Артура Конандуэля, о сыщике Шерлоке Холмсе, впервые ставят на сцене мускомедии. Эту историю в жанре мюзикла еще не играли нигде. Мировая премьера состоится уже 19 июня. Об особенностях постановки, сложностях английского юмора и попытках превратить прозаический детектив в песенный спектакль узнаем в следующем сюжете. Шерлок Холмс, доктор Ватсон и молодой Сергей Энри – наследник Баскервилли, который может погибнуть от когтей страшного чудовища на болотах своего же поместья. Для нас основной задачей было именно найти подход к детективному жанру на музыкальной сцене. То есть сделать так, чтобы это все было органично, логично, чтобы артисты могли существовать в образах, чтобы были какие-то новые подходы и решения к давно известным персонажам, например, Шерлок Холмс, доктор Ватсон. У нас такая постановка, ну на моем веку, 12 лет я работаю, такая постановка у нас первая в театре. И это очень интересно и очень сложно, потому что материалы нам не свойственны. У нас обычно много музыки, мало текста. А здесь обилие текста, очень много материала. И очень интересно разбираться во всех этих линиях, к чему это приведет. И главное – не выдать себя в самом начале. Кальки с классики не будет, уверяет режиссер. Сейчас идет репетиция спектакля, но уже понятно, что на сцене мускомедии история будет больше комедийной, чем драматичной. Ведь и Конан Дойль любил счастливые финалы. Юмор в детективной истории придал постановке особый колорит. Английский юмор, он весьма специфичен, потому что там именно юмористическое зерно, оно зачастую как бы лежит не столько в самой шутке, сколько в ее отыгрыше и в окружающей обстановке. То есть, ну вот даже если мы вспомним знаменитый такой на поверхности лежащий эпизод с мистером Бином в аэропорту, там как раз пистолет, ну вот. В спектакле, в отличие от жизни, работа детектива превращается в увлекательную игру, в которую включаются даже те, кому, казалось бы, не стоит. По книгам нет. По книгам я представляла ее достаточно чопорной, такой очень строгой, дипломатичной, но здесь она у нас немножко другая. Она с придурью, слегка с такой, так как она очень долго живет вместе с мистером Холмсом, она научилась у него вот этому методу дедукции и сама может раскрывать преступление. Мюзикл состоится 19, 20 и 21 июня. Билеты на премьерные показы уже раскупили. По мнению директора мускомедии, такой успех спектаклю обеспечила знакомая зрителям название. То, что билетов нет, говорит о том, что наверняка в сезоне к нему будет интерес к этому спектаклю. И он определенное время как минимум проживет. Небольшое время, несколько лет назад он написан, и мои, можно сказать, друзья уже Егор Шашин и Евгений Муравьев, они мне предлагали постановки. Так лежащий несколько лет на полке текст мюзикла наконец ожил на сцене. Специально для него написали музыкальные произведения, но прозвучат и мелодии из фильма. До премьеры два дня и билетов нет. Но желающие попасть на постановку смогут увидеть ее в следующем сезоне. Пора бронировать места на сентябрьские показы. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин